И планеты мы защитники Земли. Пусть всегда растут деревья, пусть всегда цветут сады. Высадка цветов, пересадка деревьев, уборка, прилегающая к учебному заведению территории и берега Охотского моря. Это лишь часть огромной работы, которую проделал отряд «Муравьишки». В него вошли 17 учащихся 21-й школы с 5-го по 7-й класс. Трудились целый месяц. Как отметила руководитель отряда Людмила Кривуля, группу набрали быстро. Дети с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Можно и свежим воздухом подышать, и о природе позаботиться, и денег подзаработать. Не в каждой, я так думаю, семье ведутся все равно беседы. Я так думаю, их приобщает к труду какому-то. Пусть даже не касаясь этого, они понимают, что, во-первых, так как они еще за деньги работают, они понимают, что каждая работа оплачивается. И чем ты лучше работаешь, тем тебе будут лучше платить. И просто они хотят жить в чистоте, они хотят жить в чистом городе. За проделанную работу школьников поблагодарил депутат Магаданской областной думы и руководитель областного отделения Русского географического общества Александр Нестерович. Самые активные ребята получили памятные подарки. По словам Александра Нестеровича, отрадно то, что дети, несмотря на юный возраст, подходят к вопросу защиты окружающей среды очень ответственно. Не каждый взрослый поступает так же. Вообще, знаете, говорят чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вот с этого надо начинать. К сожалению, мы иногда видим заложники тех мест и каких-то событий, времени, где мы приезжаем, и мы с вами видим мусор. Либо невыброшенный мусор, либо где-то раскиданный за собой, люди не убрали. Либо мусорки перевернутые. Я считаю, что каждый, наверное, человек для себя должен определиться. Во-первых, я не мусорю. Это главное. Начинать надо с себя. Второй момент. Если мы куда-то приезжаем, у нас уже правило. Мы убираем не только за собой, но убираем все вокруг. Если каждый будет убирать за собой, то убираться уже не надо будет. Таких мест в Магаданской области очень много. Мы уже не говорим даже про общественные места, где мы с вами каждый день ходим. Экоотряды при магаданских образовательных учреждениях существуют более 15 лет. И по словам представителей русского географического общества, важно поддерживать эту традицию и развивать ее. Ведь чем больше школьников сознательно будут относиться к экологии, тем чище будет природа Колымы. Руслан Пушкарев, Виталий Моряков. Специально для Карибу.